Христос воскрес из мертвых, Смертью смерть поправ, Исущим во гробах жив Он даровав. Христос воскрес из мертвых, Смертью смерть поправ, Исущим во гробах жив Он даровав. Христос воскрес из мертвых, Смертью смерть поправ, Исущим во гробах жив Он даровав. В воскресенье день просияем люди, Пасха, Господня Пасха, ибо от смерти к жизни и земли к небесам Христос, Бог нас перевел, песнь победную поющих. Очистим чувства и увидим неприступным светом воскресенье сияющего Христа и говорящего «Радуйтесь!» ясно услышим, воспевая песню победную «Христос воскрес из мертвых!» Небеса достойно довеселятся, земля же дорадуется, допразднует и весь мир, как видимый, так и невидимый. Ибо Христос восстал, веселье вечное, Пресвятая Богородица, спаси нас! Умерщвление предел сломила ты, носив в очреве жизнь вечную Христа. Из гробово сиявшего в сей день, Дева всенепорочная и мир просветившего, Пресвятая Богородица, спаси нас! Воскресшим, увидев Сына Твоего и Бога, радуйся с апостолами, благодатная, чистая! И первое слово «Радуйся!» как причина радости для всех, приняла ты, Богоматерь, всенепорочная! Придите, будем пить питье новое, не из камня бесплодного, чудесно изводимого, но бессмертие источник, пролившийся из гроба Христом, на котором мы утверждаемся. Христос воскрес из мертвых, ныне все исполнилось света, и небо, и земля, и преисподнее. Пусть же празднует все творение восстания Христа, на котором утверждается. Вчера я погребался с Тобою, Христе, с Тобою воскресшим, в сей день восстаю, распинался я с Тобою вчера. Сам прославь меня с собой, Спаситель, в Царстве Твоем, Пресвятая Богородица, спаси нас! К жизни непорочной перехожу я в сей день, по благости родившегося от Тебя чистое, и все мира концы света мозорившего. Увидев Бога, Которого по плоти носила Ты во чреве, чистая из мертвых, восставшим, как Он сказал, ликуй, и как Бога непорочной Его величай. Жены, пришедшие с Марией до рассвета и нашедшие камень, отваленным от гроба, услышали от Ангела во свете вечном пребывающего, что вы ищете среди мертвых, как человека. Посмотрите на погребальные пелены, бегите и миру возвестите, что восстал Господь, умертвив смерть, ибо Он, Сын Бога, спасающего род человеческий. Христос воскрес из мертвых, на божественной страже благословесный Аввакум достанет с нами и покажет цветоносного Ангела, ясно возглашающего сей день спасения миру, ибо воскрес Христос, как всемогущий. Христос воскрес из мертвых. Мужем, как разверзающий девственное чрево, явился Христос, а как предлагаемый в пищу назван Агнцем, непорочным же, как непричастный к скверне, Он наша Пасха, и как Бог истинный зовется совершенным. Христос воскрес из мертвых, как однолетний Агнцем, для нас добрый венец, благословенный и добровольно заколот за всех, как Пасха очистительная. И вновь воссиял нам из гроба прекрасным правды солнцем. Христос воскрес из мертвых. Бога Отец Давид пред ковчегом подобным тени скакал, играя. Мы же, святой народ Божий, исполнение прообразов в виде, возрадуемся Бога вдохновенно. Ибо воскрес Христос, как всемогущий, Пресвятая Богородица, спаси нас. Создавший Адама, твоего правоца чистая, созидается от тебя, и в сей день он смертью свою празднил, через то пришедшую смерть, и всех озарил божественными блистаниями воскресенья. Пресвятая Богородица, спаси нас. Вели Христа, которого носила ты в чреве чистая, прекрасно из мертвых воссиявшего, в сей день для спасения всех, славная и непорочная среди жен, и прекрасная, с апостолами радуясь, его прославляй. Христос воскрес из мертвых. Бодрствовать будем с раннего утра, и вместо мира песнь принесем Владыке и Христа. Оузрим, правды солнца, всем жизнь излучающие. Христос воскрес из мертвых. Безмерное твое милосердие, видя Христе, связанные узами ада, к свету устремлялись, радостными стопами восхваляя Пасху вечную. Христос воскрес из мертвых. Приблизимся со светильниками в руках ко Христу, выходящему из гроба, как к жениху, и отпразднуем вместе с торжествующими небесными полками Пасху Божию Спасительную. Пресвятая Богородица, спаси нас. Просвещается божественными и живоносными лучами воскресения Сына Твоего. Богоматерь причисто и радости исполняется. Благочестив их собрания. Ты отверз, не отверз ты в ранг детства, ты воплощений. Не нарушил печати гроба, Царь Создание. И потому воскресшим тебя видя, Матерь радовалась. Сошел ты в глубочайшие места земли, и сокрушил засовы вечные, державшие заключенных в оковы Христе. И на третий день, как из кита Иона, воскрес из гроба. Сохранив печати целыми Христе, ты восстал из гроба заключенного чрева Девы, не повредившей при рождении Твоем, и открыл нам райские двери. Христос воскрес из мертвых. Спаситель мой, живая и незаколаемая жертва, сам себя, как Бог, добровольно принеся Отцу. Ты воскресил с собой общего родоначальника Адама, воскреснув из гроба. Пресвятая Богородица, спаси нас! Издревле удерживаемая, смертью и тлением, возведенная к нетленной и вечной жизни, воплотившимся от Твоего причистого чрева, Богородица Дева. Пресвятая Богородица, спаси нас! Сошел в глубочайшие места земли, в недра Твои чистые, сошедшие и веселившиеся, и воплотившиеся превыше ума. И воздвиг он с собой Адама, воскреснув из гроба. Христос воскрес из мертвых. Хотя Ты и сошел во гроб бессмертный, но уничтожил силу ада. И воскрес, как победитель Христе Божий, с женам мироносицам возгласив, радуйтесь, и Твоим апостолам мир даруя, Ты, дающий падшим воскресенье. Христос воскрес из мертвых. Прежде Солнце, бывшее Солнце, зашедшее некогда во гроб, придя еще до наступления утра, искали, как дневного света мироносицы Девы, и одна к другой взывали, «О, подруги, давайте помажем благовониями тело, источающие жизнь погребенная, плоть того, кто воскрешает падшего Адама, лежащего в гробнице». «Пойдемте, поспешим, как волхвы, и поклонимся, и принесем мира, как дары уже не пеленами, а плащеницую обвитому, и прольем слезы и воскликнем, «О, владыка, восстань, дающим падшим воскресенье!» Христос воскрес из мертвых! «Воскресенье Христа увидев, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному, Христу Твоему поклоняемся Христе, и святое воскресенье Твое поем и славим, ибо Ты, Бог наш, кроме Тебя иного не знаем, имя Твое призываем, придите все верные, поклонимся святому Христу воскресенье, ибо вот пришла через крест радость всему миру, всегда благословляя Господа, воспевая в воскресенье Его, ибо Он распятие претерпев, смертью смерть сокрушил». Христос воскрес из мертвых! Воскрес Иисус из гроба, как предсказал, даровав нам вечную жизнь и великую милость! Христос воскрес из мертвых! Отрогов из печи избавивший! Став человеком, страдает, как смертный, своим страданием облекает смертное в красоту бессмерти. Единый, благословенный, Бог отцов и препрославленный! «Христос воскрес из мертвых!» «Жены богомудрые с благовония вслед тебе спешили!» «Но кого они, как смертного, со слезами искали, тому с радостью поклонились, как живому Богу, и Пасху таинственную ученикам твоим в Христе благовествовали!» «Христос воскрес из мертвых!» «В смерти празднуем умерщвление, ада, разрушение, иной, вечной жизни, начала и в восторге воспеваем тому виновника, единого благословенного, Бога отцов и препрославленного!» «Христос воскрес из мертвых!» «Поистине священно и достойно всякого торжества, эта ночь спасительная и светозарная, светоносного дня воскресения предвестниц, в которую вечный свет из гробов в плоти для всех воссиял, Пресвятая Богородица, спаси нас!» «Он мертвей в сей день смерть, сын твой всенепорочная, всем смертным жизнь пребывающий во веки веков даровал, единственный благословенный Бог отцов и препрославленный!» «Пресвятая Богородица, спаси нас!» «Царствующий над всем творением, став человеком, вселился в твое чрево, Бога благодатное, и распятие и смерть претерпев, воскрес, как подобает Богу, воздвигнув нас с собой, как всесильные!» «Христос воскрес из мертвых!» «Этот желанный и святой день, первый от субботы, царственный и главный, есть праздников праздник и торжество и торжество!» «В сей день благословляем Христа во веки!» «Христос воскрес из мертвых!» «Придите, вкусим нового плода виноградной лозы!» «Божественного веселья в славный день воскресения!» «При им участие в царстве Христа, воспевая его, как Бога во веки!» «Христос воскрес из мертвых!» «Подними очи твои сионы, вокруг посмотри, бо вот сошлись к тебе, как божественно сияющие светила от запада и севера, и моря и востока, дети твои, благословляющие в тебе Христа во веки!» «Пресвятая Троица Божия наш, слава тебе!» «Отец Вседержитель и Слово и Дух, единое в трех лицах существо!» «Всевышнее и Божественнейшее!» «В тебя мы крещены, и тебя благословляем во все века!» «Пресвятая Богородица, спаси нас!» «Пришел в мир Творец, через тебя Дева Богородица, и чрево ада расторгнув, нам смертным воскресенье дарвал, потому что мы благословляем его вовеки!» «Пресвятая Богородица, спаси нас!» «Низложив все могущество смерти, сын твой Дева своим воскресеньем, как Бог крепкий, вознес нас собою и обожил, потому мы воспеваем его вовеки!» «Христос воскрес из мертвых!» «Светись, светись, Новый Иерусалим, ибо слава Господня над тобою взошла!» «Ликуй ныне и красуйся сион!» «Ты же радуйся, чистая Богородица, воскресенье рожденного тобой!» «Христос воскрес из мертвых!» «О божественное, о возлюбленное, о сладчайшее Твое Слово, ибо Ты не ложно обещал быть с нами до кончины века Христе!» «Держась его якоря надежды нашей, мы верны и радуемся!» «Христос воскрес из мертвых!» «О Пасха Великая и священничайшая Христе!» «О мудрость и Слово Божие сила!» «Даруй нам совершение к Тебе приобщиться!» «Вечно светлом дне Царства Твоего!» «Пресвятая Богородица, спаси нас!» «Мы, верные, согласно прославляем Тебя, Давида!» «Радуйся, дверь Господня!» «Радуйся, град одушевленный!» «Радуйся!» «Ибо благодаря Тебе в сей день нам воссиял свет воскресения из мертвых от Тебя рожденного!» «Пресвятая Богородица, спаси нас!» «Веселися, радуйся, божественная дверь света!» «Ибо Иисус, сошедший во гроб, зашел, просияв светлее солнце и всех верных озарив, Богом обрадованная Владычица!» «Христос воскрес из мертвых!» «Плоти и уснув, как смертный Ты, Царь и Господь!» «На третий день воскрес, Адама воздвигнув из тления и упразднив смерть!» «Пасха нетления!» «Мира спасения!» «Христос воскрес из мертвых!» «Да восстанет Бог!» «И рассеются враги Его!» «Пасха!» «Священная в сей день нам явилась!» «Пасха таинственная!» «Пасха всем мечтимая!» «Пасха Христос Избавитель!» «Пасха непорочная!» «Пасха, двери рая нам открывшие!» «Пасха освящающая всех верных!» «Христос воскрес из мертвых! Как исчезает дым, да исчезнут! Идите после видения жены благовестницы, и сиону возгласите! Прими от нас радость благовестия воскресенья Христовым! Веселись, ликуй и радуйся, Иерусалим, царя Христа, узрив, как жениха, из гроба выходящим! Так да погибнут грешники от лица Божии, а праведники да возвеселятся!» Жоры Мироносицы глубоким утром в гробнице жизни подателя, представ, нашли ангела на камне восседавшего, и он, обратившись к ним, так возглашал, «Что вы ищете живого между мертвыми?» «Что оплакиваете нетленного, как тленью подпавшего?» «Возвратившись, возвестите ученикам его! Это день, который сотворил Господь! Возрадуемся и возвеселимся вон и! Пасха радостная! Пасха, Господня Пасха! Пасха! Всесвященная нам зашла! Пасха! Радостно друг друга обнимем! О Пасха! Избавление от скорби! Ибо из гроба всей день, как из брачного чертога просияв, Христос, жен, исполнил радости словами! Возвестите апостолам! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! И ныне, и всегда, и во веки веков! Аминь! «В воскресенье день и засияем торжеством, и друг друга обнимем, скажем, братья и ненавидящим нас, все простим ради воскресенья! И так возгласим Христос, воскрес из мертвых смертью, смерть поправ, и тем, кто в гробницах жизнь дарвав!» Игнать Тихонович, продолжайте! Спасибо, Господи! Спасибо, Господи! Отца моего духовного, родителей, сродников, благодетель, митрополита Иллариона, епископа Евтихи, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, Священная Рея Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Василия и Анну, Михаила, Наума, Кирилла, Амбросия, Вадима Засимова, Максима, Владимира и Глебу не дай погибнуть, Диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диодора, Тихона, И весь священнический иноческий чин, и высших истинных служителей, миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам, да еще священникам, если угодно Тебе. Смири власть и воинство их, Господи, и через них сотвори благое от церкви Твоей, наведи страх Твои на них, дабы мудро управляли народом, издавали добрые законы, дали достойно прожить человеку, дабы было из чего уделять нуждающимся, и сохрани их от покушения на них, Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Владимира, Александра, Эрдогена, Амана, и даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет, и научи нас, Господи, ценить это мирное время, и приготовь землю к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную, за отступничество от Тебя. Слава Тебе, Боже, за тихую и мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить дарованные Тобой таланты. И для сего пошли нам добрых помощников, наставников, советников, и сохрани нас и в этот день от всякого рода зла и греха и искушений. Сохрани нас здесь и селение наше, от пожара, от воров, от нечистой силы. Живущих там Андрея, Игоря, Игоря, Серапину, сына Владимира, найди, дай веру ему. Людмилу, Любовь, Владимира, Алексея, Иосифа. Приши добрые жители с детьми, знающих закон Твои, любящих уставы Твои. И сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Щадоих, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алектину. И расширь пределы общей надиновой души. Спаси и помилуй, Мадежду. Валентину, Екатерину, Наталью, Стасию, Евгения, Роману, Михаила, Нину, Анну, Юрия. Екатерину, Екатерину, Галину, Сергея, Сергея, Александра, Александра, Александра. И возри на врагов, разруши их замыслы. Примири их с нами, не помяни в судны денег безумию. Максима, Александра, Александра, Сергея, Виктора. Посети и воздай добром нашим благодетелям. Елену, Людмилу, Благослови. Татьяну, Неанилу. Евгения, Наталья, Надежда, Юрия, Эльварда. Слава тебе, Боже наш. Слава тебе. Найди все наше родство, обрати. Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марфу, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. Избави Романа от духа лжи, упрямства. Благослови путешествующих Раису, Льва, Виктора, Виталия. И всем дару и духовное рождение свыше. Никиту, Благослови, Господи, сокрови. И от пьянства избави Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра и Игоря. Господи, благослови болящих. Дай силу перенести страдания. Укрепи их дух и дару исцеления. Валерия, Иллариона, Кирилла. Татьяну, Татьяну, Татьяна, Валентина, Валентина. Софию, Анастасию, Младенца. Надежду. Благодарю тебя, Господи, за здоровье и за болезни. За друзей и за врагов. Ибо по твоему благоволению все это может оказаться на пользу. Слава тебе, Боже наш. Сохрани наше сокровище в интернете и все, что есть. И книги здесь и в пуди. И трудящихся Игоря, Юлия, Дмитрия, Виктор. Сергея, Сергея, Андрея, Валентина. Дмитрия, Вячеслава. Слава тебе, Боже наш. Слава тебе. Обратите, Мафея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра. Симона, Леонтия. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Найди отступника Михаила, Николая, Александра, Юлия. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава тебе, наш Бог Иегова. Ав, Волгочи. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Вся земля полна, слава Его. Аллилуйя. Слава Вышних Богу. На земле мир, человека, благоволение. Я, здравый Рахиль, благослови Господи, И самире дару истинную веру, дабы не верил уже пророкам. Благодарю тебя, Господи, за тот день, который дал мне веру в тебя и страх пред тобой, и ожидание суда Божия. Благодарю за тот день, который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов и на каноны церкви, как на истину. И в вечности воздай добром всем трудившимся над моей душой Морею Степана Александра Михаила Анну. Пресвятая Госпожа Богородица, Пресно Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Аллилуйя. Господи, воздай вечности добром, помогавшим нам в путешествии. Павла Зинаида, Владимира, Дмитрия Александра, Людмила Нила Сергея. Аллилуйя. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешнем. Благодарю Тебя, мой ангел, сколько лет Ты хранил и защищал от видимых и невидимых опасностей. И только вне вечности откроется все это. Слава Тебе, Господи. За дивную охрану ангелам и в этой ночи. Прошу Тебя, мой ангел, не покинь в смертный час, когда душа будет раздущаться от тела. И проведи душу мою помытарством. И введи ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Ян, креститель, претеща Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание и одежды, быть благочестивым и довольным. И никогда не роптать, никому не завидовать, быть во всем экономном. И видеть нуждающихся, спешить к ним на помощь. И каждому дару и жилье Сергею Гавриеву. Святитель Христов Никола, Патриархи. Езерниемия, Мус, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Изыки, Илесия, Иаиля, Гей, Сапония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Данил, Отрех, Иппорок, Михей, Авраам, Исаак, Иаков. Да исполнит Господь Духом Пророческим Церковь Свою, дабы день Прихода Того нашего Отшествия не засталось не готовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами полными елея добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью, Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, Хеврубимы, Серафимы, все небесные силы престолы Божьего предстоящие, святые апостолы Петр и Павел, евангелисты Матфея, Марк, Лукоян, да дарует нам Господь жажду и следует Священное Писание, ибо через них мы думаем о жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Молите Бога о нас, святые мученики, мученицы, Игнатий Богоносец, Поликавр Смирский, Юстин Философ, Космай Дамьян, Андрей Стратилат и Иерон, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, сорок святых мучеников, Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб, да укрепит Господь народ свой, и зверя Антихриста. И дай веру Анфиму, Вениамину и усарши родителей за такое ложное погибельное воспитание детей. Молите Бога о нас, святые отцы, Василия Великий, Григория Богословия, Анна Златоуса, Афанасия Великий и Прим Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилия, Ио Сергий, Радонский, Степан Пермский, Серафим, Саровский Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл, Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Филарет и все перевозчики Священного Писания. Молите Бога о нас, да дарует Господь силой и крепость устоять в православной вере. Сохрани нас, Господь, а замысел и ретюков разрушив, ничто преврати. Молите Бога на святые жены и девы и фёкла первомущенца Фатина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь Сопея, Наталья, Адриана, Барвара, Екатерина, Перепетую, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария, Египетская, Прискила, Акила, Андроник, Юня, Киприяна, Устина. Молите Бога о нас, дарует Господь послушание и молчание, целомудрие и стыдливость и сохрани их от всяческого поругания и нас помилуй и милости Твоей ради. Аллилуйя. Исправь мне покорилась Галина, семейство Евгения, Надежда, Надежда Светлана, Мария, Людмила Иоанна, и прими нашу молитву воздяния рук, как жертву вечернюю, благоухание, приятное перед престолом благодати Твоей, Господи. И соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся к Тебе на небе и на земле. Господи, услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам, Боже всемогущий, и прими нашу молитву, Отец Небесный, во имя Иисуса Христа просим о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй. Аллилуйя! Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Воистину, 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 Воистину. Так, Сергей, я хотел тебе посоветовать, где молитвы считаешь, когда, и там стоит слово поклонимся, выдели их другим шрифтом, крупнее и красным. Раз говорит поклонимся, а сами некоторые даже не знают, что надо поклониться, нас непременно молимся, поклонимся. Молитву считаем, ее выполнить нетрудно, просто поклониться, совершить крестное знамение. А когда, вот когда, говорит, краник кланяется крестное знамение совершать, когда священника есть в руках, а в руках что у него? Евангелие, там Библия, крест и чаша, все, а остальное просто поклон без крестного знамения. И особенно, когда вот прощенное воскресенье, перед батюшкой стоят и совершают крестное знамение, это не надо делать. Просто поклониться. Каждый раз объясняешь и каждый раз все нарушает. Ну, не бодрствует. Так. Вот я вижу, сколько человек. И прибавляется ни на одного. Причина какая. Мало говорим об этом, что людям помешает молиться утром, тем более на русском языке, ясно, четко. Ну, надо усилить это. И ко всем сейчас. Кто-то мне голос сейчас пусть подаст. Дело в том, что этот журналист, шахматов, Алексей Викторович, он показывает уже ролик, выставляет у отца Владимира, Головина. Он там себя ведет тихо, ни слова, нигде нету. Тут у меня он пытался ерничать, что-то говорить, а получилось-то наоборот. Тут ему узел завязали. Как он говорит, приехал, никогда в жизни так не хотелось материться и блудить. То есть, сатана был намертво тут запечатан. И один день без матерков блуда прожил, и его разрывало буквально. Это он сам говорит, с его слов. И вот там разговор сразу начинается о молитве по соглашению. Кто хотел бы сейчас выйти на меня и задать вопрос? Речь-то не о молитве, соглашении, о деньгах речь-то идет. Сколько я говорю, и опять деньги-то не поминают. А вот мы деньги так тратим. Они уже деньги там, уже все это будет проклято. Они не понимают, я даже не понимаю, как это можно не видеть-то. и местописание, об этом говорят, и все. Деньги замешаны на святом. Кто хотел бы сейчас выйти на меня и задать вопрос? Именно так. Потому что мне говорить, как я сам с собой говорю. Отец Игнатий, Христос Воскресе, Игната Сергея на связи, город Уголедар. Да. И готов? У меня действительно на... Да. Сейчас только погасим. Мне здесь. Сейчас вот Сергей закончит как только. И после, как он закончит считать, и сразу мне сигнал даете. Я здесь, рядом. Я понял. Так. И даже, ну, даже то, что не принято, тут ты помещаешь, что с чем не согласен. Когда я говорю, и дальше слово будешь говорить, вот эти несогласия все выскажешь. все. Я сам думаю про этой теме. Все, давайте, я отошел. Богом. Спаси Господи от объедения. Сконцентрировав все искушения, соблазны мира, в три предложения ко Христу, дьявол, враг рода человеческого, на первое место поставил чрево, пищу, затем чудо, зрелище и авторитет. На этих столбах ставят основания все обольстители, строят свое царство вожди. В великом инквизиторе, прообразе мирового антихриста, у Достоевского это отлилось в формулу «кто накормит, затем и пойдет народ». Предупреждая род человеческий о грядущих катаклизмах, о зловещих креатурах, которые через революции смогут прельстить слепотствующий народ и повести их за собой, Христос сказал «смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчились объедением и пьянствой, и заботами житейскими». Евангелие от Луки 21 глава 34 стих «Пьянство так наглядно показывает свой отвратный лик, что против него созданы целые системы борьбы, наркологические кабинеты, лектории колдунов, экстрасенсов, но против объедения где и кто учит, где рассказано, что приносит невоздержание в пище». Если бы сегодня наши староотечественники знали, поняли и приняли сказанное о чревоугодии, то скольких проблем избавились бы мы? Колбасная философия помрачила духовный горизонт, духовные проблемы исчезли, остались две дорожки извилины, подстилка и кормежка, ищут жирного, сладкого, безразмерного, не желая смирить вкусовые присоски, жалуются на болезни, на тучные диабеты, по-гречески же слово ди означает два, диабет по-нашему по-российскому двойной обед, когда же увидишь несущего на своих костях чужое мясо, излишнюю чудовищную тучность и попытаешься помочь рассказать о вреде переедания, то сразу в ответ это у меня диабет, болезнь такая. Оказывается, болезни горькие есть, а это сахарное, сладкое, любимое, под языком. И ведь не докажешь, что если бы это была болезнь, а не самое прозаическое обжорство, разве наши генетики, бионики не привили бы такую же сладкую болезнь колхозным коровам и свиньям, чтобы они не не евши утучнялись. Однако появившиеся из тростника египетских заблуждений жующие коровы 70-летнего восхищения России пожрали самых жирных коров ее, ее достояние последних тучных 70-ти лет перед революцией. Для многих Бог их чрева, слава их срами, они мыслят о земном. Так убеждает апостол Павел. Библия через Соломона Экклесиаста говорит «Сладок сон трудящегося, мало ли много ли он съест, но присыщение богатого не дает ему уснуть». Экклесиаст 5.11 Главная потребность для жизни вода и хлеб и одежда и дом прикрывающий наготу. Серахов 29.24 Немногим довольствуется человек благовоспитанный и потому он не страдает одышкою на своем ложе. Здоровый сон бывает при умеренности желудка. Стала рана и душа его с ним. Страдания бессонницы и холера и речь в животе бывают у человека ненасыпного. Серахов 31.21 по 23 стих. «Конечно, говорит Лев Толстой, нам хочется хлеб размочить в воде, но неплохо бы, чтобы в этой воде прежде вывалилось мясо. Еще лучше бы, если бы само мясо съесть. желательно, чтобы к мясу подали рыбу в сметане и совсем хорошо, если бы еще и вино, и женщины, и музыка. Такова революция в похотливом чревогодии. «Ничто не спаслось от обжорства его, потому не устоит счастье его». Иов 20 глава 21 стих «Писатель Владимир Чивилихин в шведских записках пишет, что задолгое свое пребывание в Швеции, хотя вы и не поверите, но я не встретил ни одной толстой женщины. Чтобы понять, для чего им нужны шведские стенки, не лишне знать полиграфом с жирающим за один присес по 30 куриц. Какой полиграф? Полиграф собачьи сердца. С свежей стенки, не лишне знать полифагом полифага означает обжора. С жирающим за один присес по 30 куриц. Житие Святого Македония память 28 августа рассказ об беззноватой женщине. Макарий египетский 19 января об обжорстве несчастного, съедавшего и свои отходы. Мог съесть быка за раз. Чтобы узнать ширину своего рта, замерь свой рост в сантиметрах и отними сто. Это и есть твой предельный вес в килограммах. Подобные процедуры стали прибегать в Америке, если на один и тот же пост директора большого завода было несколько кандидатов с прочими равными данными, последний экзамен на весах, ибо толстая чрева не рождает тонкие мысли. Передание влечет за собой утолщение ног век сонливость рыхлость православная церковь установила посты во время которых не разрешается употребление мяса и яиц всего молочного иногда и рыбы и растительного масла и таких дней в году почти две трети под страхом извержения иссана отлучения от церкви апостольское правило 69 запрещает нарушать пост если кто епископ или пресвитер или диакон или иподиакон или чтец или певец не постится в святую четырех десятницу 40 дней перед пасхой или в среду или в пятницу кроме препятствия отнемощи телесной да будет извержен если же мирянин да будет отлучен во время поста законные супруги должны воздерживаться от плотского соития и какой был крепкий народ и долго жил посты есть во всех религиях мира притом строжайше соблюдаемые как в исламе где за нарушение его подвергают сыровому телесному наказанию нет поста замененного на ропот жадность и обжорство только у безбожников сбились понятия о истинной красоте стане черкешенки что это за черкешенка такая но рады что Раиса вернулась из отпуска из санатория такая красивая толстая как бочка с жиром выкатились от жира глаза их бродят помыслы в сердце над всем издеваются злобно разглашают клевету говорят с высока псалом 72 7 8 стих как будто и не 3000 лет назад это было замечено цитата сделали стучны приступили даже всякую меру возле не разбирают судебных дел дел сирот Иеремия 5 28 уточнел разжирел и стал упрям и оставил он бога создавшего его и презрел твердыню спасения своего разокония 32 15 обжорство презираемо но любимо демоном ищущим семипудовую купчиху чтобы поселиться в ней подсчет показывает что в среднем ныне русский человек потребляет калории более жителя пустынных гор Туарега в 12 раз хотя тот под палящим солнцем при 45 градусной жаре пробегает за своими стадами до 90 километров в день для многих стало лозунгом жить чтобы только не переставать есть жевать а не для того есть чтобы жить наслаждаясь легкостью тела пресыщенное чрево порождает семя сластолюбия и дух подавленный тяжестью пресыщения не может иметь рассудительности ибо ни одно чрезмерное употребление вина делает человека безумным но безмерное употребление пищи также расстраивает помрачает его лишая чистоты и непорочности Антоний Великий чревобесие нужно побеждать не только для себя чтобы не вредило нам обременительной прожорливостью и не для одного того чтобы не разжигало нас огнем плотской пухоти но для того чтобы не делало нас рабами гнева или ярости печали и всех прочих страстей Авва Фиона еще цитата чревоугодие разделяется на три вида один вид побуждает принимать пищу раньше определенного часа другое любит только присыщаться какой бы то ни было пищей третий хочет лакомой пищи против этого христианин должен иметь троякую осторожность ожидать определенного времени для принятия пищи не присыщаться и довольствоваться всякой самой скромной пищей Иоанн Касьян нет ничего хуже ничего постыднее чревоугодие оно делает ум тучным оно делает душу плотскую оно делает оно ослепляет и не позволяет видеть не готовимся ли мы принести себя в жертву что так уточняем себя для чего уготавляешь ты червям роскошную трапезу для чего увеличиваешь количество жира для чего делаешь себя ни к чему не годным для чего зарываешь душу для чего ограду ее делаешь толще подобно тому как корабль нагруженный более чем может вместить под тяжестью груза идет ко дну так точно и душа и природа нашего тела принимая пищу в размерах превышающих ее силы переполняется и не выдерживая тяжести груза погружается в море гибели и губит при этом пловцов и кормчива и штурмана и плывущих Иоанн Златоуст Чревоугодие истребляет в человеке все доброе Нил Синайский пренебрегая лакомыми снегами потому что в скором времени они обращаются в ничто а во время вкушения имеют великую цену употребление их сверх потребности теперь порождает болезни теперь порождает болезни и в будущем подвергает ответственности на суде Исидор Пелусиот если ты победишь Чрево эту госпожу то всякое место будет тебе содействовать приобретении бесстрастия если же она будет обладать тобою то до самого гроба ты везде будешь бедствовать Иоанн Лесточник откармливающий тело без воздержания в еде и питье будет измучен духом блуда Авва Феодор От угождения чреву отягощается грубеет ожесточается сердце ум лишается легкости и духовности человек становится плотским корень всем грехам есть сребролюбие а после сребролюбия чрево объедения сильнейшее и обильнейшее выражение которого пьянство если будешь угождать чреву и излишне питать себя то низвергнешься в пропасть блудной скверны в огонь гнева и ярости отяжелись и омрачишь и приведешь свою кровь в разгорячение Игнатий Бринчанина более подробно желающим это познать советуется прочесть невинные пруденции Лескова под чревную страсть не победишь если прежде не отсечешь чревную объедение вот почему сегодня врачи единодушны во мнении что большинство болезней не только от нервных стрессов но и от объедения и когда говорят полные люди что они едят мало и очень уж работящие но непонятно откуда эта хвороба накатила на их спины в виде пухлых матрасов а причина в ряд выстроила обжорство лень много спанье беззаботность и кто поверит проповеднику с толстыми и красными губами что он серьезно говорит о посте и вреде винопития первый человек в раю был и вывалился оттуда через чрево в годе желая есть запретное от чрева погиб народ в пустыне и последний диктатор антихрист начнет борьбу за обладание чревом когда невозможно будет ни продать ни купить пока не примешь его как бога и поставит он каждому 666 на руку правую или на чело для многих пенсионеров сегодня остался в жизни только один интерес есть 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 ибо в жизни не позаботились о душе а теперь и к храму дорогу не могут найти полный жирный не в силах делать многих земных поклонов и стоит подобно доменной печи окутанной испарениями отношение церкви к посту настолько серьезно что даже больному очень престарелому ни епископ ни священник не может дать разрешение на молочную пищу не говоря о мясной во время поста единственное что может разрешить елей растительное масло и вино в постные дни вопрос 8 если жена родит пред святую пасху то есть на великой седмице должна ли поститься и не пить вина или разрешается она от поста и от запрещения пить вино ради того что родила ответ пост установлен для усмирения нашего тела итак когда тело находится в смирении и в немощи то должна она принимать пищу и питье как хочет и понести может вопрос 10 если кто болен и от сильной болезни совершенно истощен и приближается святая пасха непременно ли должен таковый поститься или по причине сильного изнеможения его священнослужитель разрешит ему употреблять что может или елей вино ответ должно разрешать больному принимать пищу и питье смотря потому что может он понести ибо совсем истощенному употреблять елей есть дело правое Тимофею 8.10 Если бы сегодня наши люди в России научились есть в меру то проблема продовольственных ропотов бунтов исчезла большую часть съеденного сегодня сжигает блуд секс и табак избавиться от этих страстей поможет только Христос покаяние пред ним жизнь в Боге переедающий грызет себе могилу своими зубами закрываем а вы Сергей сразу заходите вопросы задавайте о о о о о о Продолжение следует...